Висагинская больница с конца декабря проводится первый этап вакцинации персонала. О том, как идет этот процесс, как доставляются вакцины и много ли медиков пожелали привиться, рассказал директор больницы Коститис Матулявичус. На сегодняшний день в Висагинской больнице привито 104 сотрудника. Расскажите, пожалуйста, о порядке вакцинации от коронавируса. Порядок является таковым, что сначала министр издал приказ о первенстве учреждений, которые должны быть привиты, и о первенстве в учреждениях. Сначала было вакцинировано 10 людей, было только получено 10 вакцин из Паневежской больницы, потом было получено 100 вакцин из Паневежской больницы, и они были вакцинированы по первому разу. Сейчас для 10 людей, которые были привиты первый раз, подходит уже второй раз, что они должны после трех недель быть привиты второй раз. Это будет на следующей неделе, ну во вторник, где-то 20 числа. Как только получим вакцину из Паневежской кассы, так будем и прививать. А вторая половина, которую мы привили, там всего привито 104, вторая половина нашего коллектива будет привита опять же через три недели, будем считать, там где-то 27, по-моему, в этих числах. Какие условия доставки вакцин? Ведь известно, что она должна храниться при минус 70 градусов. Она так и хранится во время поставки в Литву и Паневежской больницы. Когда же мы получаем из Паневежской больницы, на своей машине привозим вакцину, ее можем хранить в холодильнике, в обычной холодильной температуре 5 суток, не более того, потому что она портится. А перед введением, мы разводим эту вакцину, после того, как мы развели эту вакцину, не более 6 часов, в течение 6 часов флакончик и вакцину мы должны, то есть там бывших 5, сейчас уже считается как бы 6 доз, мы должны их использовать. Медсестра Люция Гергель одна из тех, кто делал прививки персоналу. Вы делали прививки от коронавируса. Скажите, пожалуйста, а что предшествовало этой процедуре? Ну, сначала вот были много желающих из медработников, которые пожелали сделать прививки от коронавируса. Вот было нам привезено 100 доз, вот и вместе с тем были присланы еще тесты на выявление антител. Перед этим мы брали антитела у людей, значит, и смотрели, проверяли, если антитела, брали кровь из пальца, проверяли на экспресс-тестах, тестах. Когда уже там все, значит, не было антител, значит, можно делать прививку. Ну, несколько человек у нас получилось, что они появились с антителами, значит, нет необходимости было делать эту вакцину, вот, потому что антитела они защищают пока. Значит, они, может быть, они переболели, не знаю, может быть, как-то скрыто, может, эти не выявились. Спасибо. А скажите, а с каким настроением люди приходили на прививку и не было ли у них боязни? Нет, вы знаете, те, которые желающие пришли, все были очень активно и очень, да, желали сделать эту прививку. Конечно, к сожалению, не все медработники пришли к нам, очень жалко, хотелось бы, чтобы 100% было. Привились и мы сами в тот же день, все прошло очень хорошо, успешно. В больнице работает более 300 человек, но привито только треть сотрудников. Почему такая ситуация? Одни боятся, другие, ну, аллергичные, другие не доверяют, третьи ждут там, что-то еще подумают какой-то час. Поэтому мы опросили тех людей, которые хотели, всех привили в больнице, но, к сожалению, их оказалось, ну, одна треть только. То есть все прививки делаются по желанию? Да. То есть мы опросили тех, кто хотел получить прививки, те получили. А когда можно будет ожидать массовой вакцинации населения? Массовая вакцинация населения по таким неофициальным разговорам от Минздрава ожидается где-то начиная с мая, может быть, с июня. Может быть, и раньше, потому что это все зависит от количества приготовления вакцин в Европе и доставки в Европе от путей логистики тоже. Мы слышали, что там какие-то были немножко задержки. Поэтому все это только предугадывается и планируется. А как будет уже точно сказать, наверное, трудно. Вы сами сделали прививку? И что вы можете пожелать другим? Я сам сделал прививку, я ждал эту прививку, потому что то несчастье, которое, это болезнь, которая стучится возле порога каждой семьи стоит, да, оно не разрешает, не дает мне свободу, не дает мне свободу не работать так, как я хочу, не жить так, как я хочу. Я хочу и встречаться с друзьями, и ходить в общественные места, и, образно говоря, и в кино сходить, и в пиццерию сходить, и съездить в Вильнюс, но я этого не могу. Поэтому такая, тот карантин, который очень во многом ограничивает нашу социальную, социальный быт, действительно, все наши связи рушит, то, к чему мы привыкли. Поэтому я очень ожидал, и, конечно, боюсь заболеть, как и нормальный человек. Я не хочу болеть ковидом, потому что мы видим исходы, мы лечим здесь у себя и тяжелых больных, и средней степени, и смертей видели. Такой опасности я не хочу, поэтому я ждал этой прививки, я привился, жду сейчас второй, и буду очень рад, если не заболею, и дождусь второй прививки.